добрый день если ты узнаешь что-то интересное подпишись расшарь и лайки теперь рассмотрим как выглядит инвентаризационная опись шапка достаточно банально она во всех ограниза организациях принципе одинаковая вот нас больше интересует само тело описи здесь номер по порядку здесь наименование материальной ценности вот это то что мы будем сейчас сканировать здесь занесены инвентарные номера если есть у какой-то материальной ценности этого мониторов обычно у ксеросов их заводской номер то его можно продублировать то есть заводской номер будет являться и штрих-кодом его и цена сколько стоит это ценность и количество штук соответственно мы беря вот эти вот данные можем их спокойно переносить в лист самой инвентаризационной excel программки которая сейчас вам покажу вот мы это берем и вот сюда просто копируем отсюда берем эти вот номинования и потом штрих-код и вот сюда вставляем соответственно мы подготовим наш массив данных бухгалтерского учета для сканирования и далее мы будем переходить на лист данные и будем сканировать один по один соответственно чуть позже я вам покажу видео как это будет происходить на практике теперь давайте срок сравним ручной метод и метод сканирования безусловно это лишний персонал в ручном методе это наличие ошибок это временные затраты а при сканировании у вас оптимальный состав комиссии отсутствие ошибок и оперативность у вас куча кабинетов несколько этажей на каждом нужно посчитать имущество к примеру нам нужно учесть все основные средства этом кабинете как мы видим они различного вида это шкаф для документов стулья зеркало доска компьютерная техника столы платяной шкаф все они находятся на балансе предприятия вот штрих код прикреплен столу вот к другому столу вот зеркало в давке стулья желательно на самом видном месте чтобы было легко сканировать вот шкафу с документацией платяному шкафу шкафчику для документации с выдвижными ящичками системному блоку компьютера блоку бесперебойного питания к телефону и так далее используя такой сканер беспроводной мы спокойно можем сканировать все наши основные средства вот и так далее мы сканируем все помещение как это будет выглядеть на интерфейсе я вам сейчас покажу теперь давайте перейдем практическому сканированию книги excel которая ведет инвентаризацию я схематически нарисовал здесь для примера кабинет 407 офис b в котором вот видите есть все упомянутые выше в моей записи материальные средства есть один момент если вам широкий такой штрих-код не нужен вы можете спокойно вот такую полоску вырезать и сканер штрих-кода будет ее ее тоже читать причем есть такой нюанс что даже можете цифру тут не писать цифры он все равно будет считывать вам только сложнее потом будет понять какой-то сканер штрих-кода который можно увидеть что вот допустим здесь 550 0 9 0 2 965 вот она лишь 965 здесь смотрим это зеркало вот 565 это зеркало то есть штрих-код с этой с этим номером совпадает но не суть потом есть у нас лист прописки где из бухгалтерской ведомости мы прописываем сюда название можно просто выкачать скопировать и вставить сюда потом пишем здесь информацию в каком кабинете он должен находиться здесь также мы можем написать что этот стул мягкий вращающийся с подлокотником принадлежит петрову вот этот симонову причем информацию можно сюда заносить любую если у вас кабинет очень большой то здесь даже можно ориентиры какие-то писать слева от входа дальний правый угол и так далее каждая материальная ценность зарегистрирована еще здесь занесена и к ней присвоен к каждой свой уникальный штрих-код дальше мы переходим на лист данные лист данные вот здесь вот мы будем проводить сканирование сканером штрих-кода заносить сюда информацию что мы отсканировали а на листе сравнения мы будем видеть разницу или совпадение с этими позициями бухгалтерский учет как видите сюда заносится из бухгалтерской ведомости опять повторюсь по наименованиям и с их штрих-кодами а здесь мы будем смотреть что у нас отсканировать что недостача или чего излишек переходим к практическому сканируем вот смотрите подхожу к стулу мягкому видите он занес каменет 407 офис б стул мягкий симонов на нем по идее должен сидеть одна штука если мы пойдем на и сравнение вот он и отметил таким образом сейчас мы будем продолжать сканировать дальнейшие основные средства видите курсор сам перескакивать на новую строку и вот нюанс есть я допустим нечаянно еще раз отсканирую стул мягкий вращающийся с офисными офисными с подлокотниками смотрите он его здесь тоже посчитает вот видите вот этот стул и вот этот стул 29 71 29 71 но на листе сравнения он он сразу отобразит что желтой строкой не совпадение по описи бухгалтерской у нас не стул а мы его на сканировали два у вас разница плюс 1 излишек и то же самое будет недостачи если вы что-то не до сканировали у вас строка останется такой вот розовый пустой продолжаем сканировать переходим на лист сравнения вот таким образом у нас получилось так что по данным сканирования у нас плюс 1 врача единица стул мягкий вращающийся излишек если же вдруг у вас в офисе 407 попадет другой стул или компьютер с другого кабинета но в этой ведомости там нас будет учтены они все под местом прописки то соответственно у вас ведомости здесь все совпадет и вы будете четко понимать что вас недостачи нету или же опять повторюсь у вас есть излишек поэтому четко себе понимаете что не нужны эти огромные комиссии не нужны эти мучения писать на бумаге потом из бумаги переносить или из журнала переносить опять в компьютер вот у вас рабочий инструмент ноутбук взял подмышку взял в руки сканер штрих-кода нужный файл открыл у вас здесь уже вся заносина бухгалтерская ведомость со штрих-кодами и идешь себе как парень сканируешь и приятно и экономия времени и вы заодно знаете если у вас вдруг что-то нет не отсканирована вы будете понимать какая позиция у вас осталось не отсканирована таком месте вот пожалуйста обращайтесь любое предприятие может быть оцифровано я вам помогу не стесняйтесь пишите телефон и мой интернет-адрес находится внизу под видео пожалуйста могу вам помочь в этом отношении я вам помогу вам помочь в этом отношении